Автопьяниц ульяновские инспекторы ДПС ловят регулярно, а в первые 10 дней января их особенно много. Рассекать под градусом лучше, чем вызвать такси, считают некоторые. А подобные ситуации нередко заканчиваются плачевно. Как рассказали в управлении ГИБДД, за предыдущую неделю в Ульяновской области за управлением транспортным средством в состоянии опьянения задержали 50 водителей. Четверо из них попались пьяными за рулем повторно. Самая горячая пора пришлась на 31 декабря и 1 января. За это время задержали еще 30 лихачей. Для сравнения, в течение 2022 года сотрудники региональной госавтоинспекции задерживали в среднем по 30-35 нетрезвых водителей в неделю. Никогда никому, ни себе, ни другим не позволяйте садиться за руль в нетрезвом виде. Даже если совсем чуть-чуть, даже если совсем очень мало, даже если совсем на донышке. Это может привести к очень тяжелым последствиям и для вас, и для окружающих. Соблюдайте правила дорожного движения. Из-за того, что алкоголь попадает в наш организм, он влияет плохо на человека. И из-за этого могут происходить за рулем некоторые такие ситуации, где люди могут пострадать. Поэтому берегите себя и своих близких, меньше употребляйте алкоголя. Садитесь за руль только в трезвом состоянии. По информации ГИБДД, за праздники по вине лихачей под шофе произошло 4 ДТП. Есть пострадавший сам горе-водитель из Новоспасского района. Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Если же автовладелец нарушает закон во второй раз, то ему грозит уголовная ответственность. Сообщить о водителях, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, можно по телефону 112 или по специально выделенным телефонным линиям 736 735 736 736.